Всем привет, с вами Прия. Сегодня мы поговорим о монахах, о тех, кто постиг дзен и усилил свою специализацию различными интересными кнопочками. Поговорим обо всех абсолютных изменениях, о новых талантах, об удаленных талантах и, само собой, начнем со всех общих изменений. Они есть, они довольно-таки в малом количестве имеются, но все же их стоит рассмотреть. Абсолютно всем специализациям дали призыв своего небожителя. У танка это призыв нюцао, у ткача туманов это призыв ювелун нефритовой змеи, у танцующего с ветром это призыв сюэня белого тигра. 2, 3 и 3 минуты кулдаун у призыва небожителей. Разные кдшечки, ну а что поделать. Таков баланс класса. Также устранение вреда имеется абсолютно во всех специализациях, хоть я и в танке сейчас нахожусь, но в тот момент, когда я буду респекаться в хила и в дамагера, вы тоже будете видеть эту кнопку. Она имеется у всех специализаций. Укрепляющий отвар в виде сейва, он также есть абсолютно у всех специализаций, но в танке он, конечно же, посильнее и имеет больший кулдаун. Танцующий журавль, потоковая ауешка, теперь тоже есть абсолютно у всех специализаций. То есть, просто самая обычная потоковая раскрутка. И смертельное касание. Оно также вернулось в игру. И что оно нам позволяет делать? Наносят игрокам и более сильным существам с уровнем здоровья ниже 15% урон в объеме 15% вашего максимального запаса здоровья. У танков это число будет чуть побольше, конечно. У дамагеров-хилов чуточку поменьше. Ясное дело, потому что у танков максимальный запас здоровья побольше. Вот и абсолютно все общие изменения. Начнем рассматривать теперь привычную мне ветку, ветку танка. Для того, чтобы увидеть абсолютно все изменения в талантах, стоит глянуть для начала ПВЕ-ветку БФАшную. Глянуть ее, рассмотреть внимательно и уж только после этого переместиться на Shadowlands. Что мы с вами сейчас и сделаем. Вот мы запомнили эту ветку талантов и, конечно же, переходим на Shadowlands с целью того, чтобы увидеть некоторые изменения. Они там имеются. На первый взгляд кажется, что их нет, но все же поменялись всего лишь два таланта под названием Взрывной Бочонок. Теперь появился здесь. Ранее в БФАшной версии стоял призыв Нюдзао Черного Бека. И теперь в Shadowlands ветке талантов имеется Небесное Пламя. Новый талант. Ранее тут была защита. Что касательно Взрывного Бочонка. Мгновенное действие, когда минута бросает в указанную точку горящий бочонок, нанося дэмэдж находящимся рядом противникам. В течение следующих трех секунд их атаки в ближнем бою не попадают по цели. Микро и Мун. Или я неправильно просто понимаю действие этого бочонка. Ну, интересный эффект. Что уж тут сказать. Небесное Пламя. Пассивный талант. Выпивая отвар, вы с вероятностью 30% на 6 секунд создаете вокруг себя Орел Пламени. В результате чего Пламенное Дыхание уменьшает наносимый целями урон еще на 5%. Также Танцующий Журавль применяет к целям Пламенное Дыхание. Ну, это я не знаю какой-то талант с целью того, чтобы науешить как можно больше и при этом уменьшить по себе получаемый дэмэдж от мобов как можно больше. Но за счет первого своего эффекта этот талант будет тоже неплох и в соло-таргет. То есть Пламенное Дыхание само по себе уменьшает получаемый дэмэдж на 5%. Но Небесное Пламя при, конечно, своем проке, оно будет уменьшать получаемый дэмэдж на 10%. Смотрится довольно-таки интересно и я думаю этот Орел будет очень красивый. Если рассмотреть абсолютно все другие какие-либо способности, то Божественный Отвар, он сменился чуточку. Это вообще обновленная способность. Ранее он назывался Отвар Железной Шкуры, насколько я правильно помню, да. Тут он теперь называется Божественный Отвар. Его КДшечка 24 секунды. Он превращает исходящую от нас энергию Ци в Божественную Преграду, поглощающую 6147 единиц урона. При обнулении урона от Срочного Пошатывания эффективность поглощения повышается на величину вплоть до 400%. Звучит как-то очень сильно, процент весьма мощный и это реально круто. Само собой, есть Очищающий Отвар, привычный нам. Он обнуляет 50% от Срочного Пошатывания урона. Также повышает эффективность поглощения урона от следующего Божественного Отвара максимум на 400%. Зависит от текущего уровня Пошатывания. То есть мы прыгаем между этими Отварами. Очищающий Отвар еще имеет 2 заряда, что в принципе интересно. А у Божественного Отвара просто КД слишком большое. Как это в итоге отразится на механику Монаха? Вопрос хороший. То есть как можно будет регулировать Пошатывание по себе? Будет очень интересно. Надо бы потестить это на самом деле в ближайшее время. Потому что что-то чувствуется интересное. Также имеется нокаутирующий удар. Вместо нокаутирующей атаки просто переименовали способность. В общем, что-то интересное тут на Альфе предложено касательно Хмелевара Монаха. И все это нужно рассматривать еще более детально. Переходим к следующей специализации. Танцующий с ветром. Для того, чтобы увидеть абсолютно все изменения, которые сделали с Монахом Танцующим с ветром, с Монахом Виндволкер, перенесемся на Battle for Azeroth. Что мы тут видим интересненького? Нам интересна только шестая полоса талантов. В правом таланте имеется призыв Сюэня, Белого Тигра. Но, как уже было рассказано в общих изменениях, призыв Сюэня и прочих небожителей теперь это самые обычные способности. Вместо призыва Сюэня мы заимели новый талант. На самом-то деле он не особо новый. И я думаю, вы узнаете сразу же, откуда он взят. Сразу же это поймете. Когда вы расходуете энергию Ци, ваш следующий танцующий журавль может не потребовать ресурсов и нанести на 200% больше урона. 3, 2, 1. Ответ прост. Это самый обычный азеритовый трейд, у которого название, по-моему, точно такое же. Танец Чидзы. И если пройтись по измененным общим изменениям, хотя о них уже было сказано чуточку ранее, то вот оно устранение вреда, которое имеет, конечно же, большую кдшечку, чем у танка. Но мы ее можем просто юзать с целью того, чтобы с рейнджа чуть-чуть ударить цель. Ну и, конечно, с целью того, чтобы похилиться. Можно использовать устранение вреда. Также укрепляющий отвар имеет меньший кд, чем в танке, но, само собой, он менее эффективен. То есть 15% хп и 15% уменьшения получаемого дэмэджа на 15 секунд. Далее, что еще стоит глянуть? Вот он призыв Тюэня. Кд 2 минуты и эффект у него точно такой же, как и был в БФА от таланта. Говорили еще о том, что монахи, танцующие с ветром, могут использовать двуручное оружие с целью нанесения дэмэджа. Но вот незадача. Неистовые кулаки требуют одноручное оружие ближнего боя. Вопрос прост. Либо нас обманули, либо неистовые кулаки все же будут требовать использования одноручного оружия. И при этом монахам, танцующим с ветром, придется отказаться от этой основной способности. Но такое себе. Все же, если компания Blizzard хочет, чтобы монахи, танцующие с ветром, носили двуручное оружие, то неистовые кулаки должны быть доступны и обладателям двуручных оружий. Я так думаю. Хотя, может, моя мысль немножко неправильная. Смертельное касание также бьет по целям ниже 15% хп на 15% от нашего хп. Да и все в целом, более нечего рассказывать абсолютно по монаху дамагерской ветке. Можно перейти дальше к лекарю. Ветка лекаря имеет столько много изменений, что я был просто в шоке. Я не знал, за что изначально цепляться. Но все же это еще альфа, и все может поменяться. Мы это прекрасно знаем и понимаем. Вот она, бфашная раскладка талантов. Самая обычная, которая дефолтно распределяется. Ну и переносимся в версию Shadowlands. Смотрим, какие там изменения есть интересные. Их просто-напросто нет. Но окей. Мы знаем о том, что призыв небожителя — это теперь обычная способность. И казалось бы, что тут делает призыв небожителя? Чидзы — это усиленная форма Юй-Лун. То есть, что у нас делает Юй-Лун сама по себе? На 25 секунд призывает статуэтку Юй-Лун. И Юй-Лун применяет небесное дыхание, обосполняя находящимся рядом союзником хпшечку. КД 3 минуты действует 25 секунд. Что делает Чидзы? На 25 секунд призывает статуэтку Чидзы. Чидзы дает невосприимчивость к эффектам, затрудняющим передвижение. И увеличивает наносимый физдэмэдж на 25%. Когда вы наносите физурон, Чидзы восполняет трем находящимся рядом союзником здоровья в объеме 150% от нанесенного урона. То есть, если вы хотите чисто похилить, то вы берете какой-то другой талант. Если вы хотите подамагать, и чтобы этот дэмэдж конвертировался в отхил, то, само собой, берется Чидзы, и вы дамагаете, и еще от этого хилите. Правильно? Ну, по-моему, я правильно понял эту способность. Если нет, хилы, ну, ногами уж не пинаете меня, окей. Все-таки, ну, мне кажется, это как-то все так выглядит. Что еще можно по талантам рассказать, если так глянуть их? Не знаю, я не нашел каких-то таких изменений. Я глянул цифры, я глянул какие-то секунды. То есть, насколько что сокращается, насколько что продлевается. И я не увидел каких-то изменений, помимо вот измененного призыва. Так что, как-то так. Я думаю, на этом монолог можно заканчивать. Всех вам благ, счастья, здоровья. Не забывайте о ссылочках в описании, там море всего интересного. Берегите ноги, моете руки. До скорого!